Каждый житель Дальнего Востока сегодня знает, что при желании может получить свой дальневосточный гектар. На выбор 9 регионов решили какой? Оформляйте. Земля ваша на 5 лет. Чем вы будете на ней заниматься, тоже решать вам. Главное в рамках закона. Можно построить дом, начать бизнес, заняться сельским хозяйством. Земля оформляется во временное пользование. После 5 лет ее можно либо арендовать, либо получить в собственность. Но только в случае подтвержденного использования участка. В Якутии свой гектар можно получить пока только в пилотном Нерюнгринском районе. Такой подход, когда закон опробируется в отдельных субъектах, на отдельно взятых территориях, большинством регионов признан правильным, хотя и выявил много проблем. Одна из основных – занятые и используемые гражданами, но не оформленные по закону земли. То есть не обозначенные на кадастровой карте. Для граждан, желающих получить свой гектар, они в свободном доступе. В случае, если до 1 октября, до начала действия данного закона на территории Ленского района, граждане не легализуют свои отношения в плане землепользования, то их участок может быть предоставлен третьим гражданам. А это уже ситуация конфликтная. Гражданин, который не узаконил свои правоотношения, будет лишен этого участка. В случае, если появится заявитель. То есть у нас не будет возможности как-то защитить. По мнению специалиста, даже такая инстанция, как суд, не сможет помочь гражданам, допустившим халатность по отношению к самим себе. Тем, кто десятилетиями возделывал землю, выращивал на ней картофель, косил сено, пас домашний скот, это может показаться крайне несправедливым. Приближается второй этап реализации закона. С 1 октября начнется предоставление земельных участков на территории всего Дальнего Востока. Их смогут получить все жители Якутии. Еще через три месяца на Дальневосточную землю вправе претендовать любой россиянин. Даже при таком масштабном подходе не все земли попадают под выдачу населению. В Ленском районе нельзя заявить о желании получить участки в Ленске, Витиме и Пеледуе. У нас еще есть четыре особо охраняемые природные территории. Они тоже закрыты для предоставления участков в рамках 119-го федерального закона. Нельзя взять земельный участок прямо на берегу реки. Это земли общего пользования. Сама система, через которую будут подаваться заявления, она предусматривает защиту от предоставления земель, которые в силу закона не могут быть предоставлены. Вот это в частности вдоль рек. То есть просто не будет возможности в электронном виде там сформировать участок. В том, что некоторые земли будут защищены системой, нет никакого сомнения. Чего нельзя сказать о гражданах. Они могут допустить ошибки. Главное – не воспользоваться правом, которое предоставило государство, и не оформить для себя участок, например, сельскохозяйственного назначения или даже лесного фонда. По мнению руководства страны, закон направлен на развитие Дальнего Востока и повышение к нему интереса со стороны россиян. Не будем забывать, что на территории федерального округа расположена и наша Якутия. Алла Авдеева, Михаил Сенаторов, Руслан Кириллов, телеканал «Алмазный край».